Всем привет, ребят! С вами Алексей24 и мы продолжаем проходить игру Корсары каждому своё голландский гамбит прохождение загвик. В данный момент я нахожусь в кабинете Лукаса Роденбурга. Я готов взять новый квест, он по-моему четвёртый уже по счёту, я уже со счёту сбился. Короче, мы в предыдущей серии выполнили полностью его задание, у нас появился мейфинг, мираж мы сдали, я свой корабль уже обратно выкупил, продал и шляпа теперь со мной, он будет со мной абордажником. Я его назначал капитаном и вместе с ним сдавал судно, получается, в портовое управление. Но сейчас я не об этом. Ребята, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и, конечно же, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Но прежде чем начать серию, я отвлеку вас буквально на пару минут. Ребята, хочу порекомендовать вам очень интересный проект. Знакомьтесь. Морской бой Проект в бесплатной многопользовательской модификации GTA San Andreas Multiplayer, представляющий игроку ощутить себя в роли командира боевой лодки. В вашем распоряжении имеется тренировочная площадка, чтобы оттачивать скилл своей стрельбы против NPC и других игроков. Ежедневные задания, выполнение которых повышает ваш скилл и увеличивает ваш капитал. Система улучшения. Чем больше очков, тем выше ранг и больше урона от оружия. Режим Deadmatch с ограниченной областью боя. Для вашей боевой лодки тоже есть разнообразные улучшения. Ремонт лодки, устранение возгорания, дымовой хвост, локатор для обнаружения дропа оружия в зоне боя. Накопив достаточное количество денег, воспользуйтесь кастомизацией. Любой персонаж на ваш выбор. Оттач объекты для вашего игрока. Изменение цвета вашего боевого командира. Изменение днища и корпуса боевой лодки. Более подробную информацию ты найдешь в группе ВКонтакте. Ссылку на группу ВКонтакте я оставил в описании. Переходите, смотрите. Очень крутой проект. Рекомендую. Ну а мы, ребята, с вами продолжаем. Итак, Лукас Роденбург, пора брать новый квест. Вас ждет блестящая карьера, капитан. А, вот и вы. Рад вас видеть. У меня для вас, как я обещал, очередное задание. Слушаю вас внимательно, Минхер. Тогда позвольте мне оповедать небольшую историю, чтобы вы могли лучше понять все тонкости вашего поручения. Несколько месяцев тому назад купеческий флейт под английским флагом вышел из Аресифии и направился в Велемсдад. На нем в качестве пассажиров была семья еврейских беженцев, стремившейся попасть в голландские колонии. Однако на Кюрасау ему дойти так и не суждено. По пути он подвергся атаке небезызвестного вампирата Якоба Ван Берга и затонул у берегов какого-то неизвестного необитаемого островка в Карибском море. Из всего экипажа удалось спастись только двум еврейским поселенцам. Соломону Шнеру и его дочери Эбигаль. Они каким-то чудом достигли берегов острова. Соломон также сумел дотащить до суши и сундук со своим семейным золотом. Возможно, они остались на этом острове навеки, но им снова повезло. Шум битвы услышал походящий неподалеку на своем корабле, также знакомый вам Ричард Флитфуд, и атаковал пирата. Ван Берг не принял боя и скрылся. А Флитфуд высадился на остров и забрал потерпевших крушение к себе на борт. Самое забавное, что Соломон принял Валькирию Флитфуда, подошедшую к острову Замираж Ван Берга, и, испугавшись, спрятал свои сокровища в глубине острова. В итоге Эбигаль и Соломон прибыли на Кюросау без ломаного гроша в кармане, на корабле Флитфуда, который высадил их на берег в лагуне Бланка. Историю мне поведал сам Соломон, поскольку компании оказывают всяческую поддержку еврейской общении на Кюросау. Я лично проследил за тем, чтобы у несчастных отца и дочери появилась крыша над головой, и им было что есть и что одеть. Часто бывая у них в гостях, я поближе познакомился с Эбигаль. Это чудесная юная девушка, искренняя и наивная. Не буду скрывать, капитан, она мне очень нравится, и я намереваюсь сделать ее своей женой. Она также питает ко мне благосклонность, но что-то ее гложет, и это что-то мешает осуществиться нашему союзу. Возможно, причина кроется в ее отце, может, это именно он противится вашему с Эбигаль счастью. Дело не в отце, я знаю, это совершенно точно. Соломон был на седьмом небе от счастья, выйдя Эбигаль за меня замуж. Соответственно, он сам подталкивает ее к этому. Нет, тут дело в чем-то другом. Я хочу попросить вас, друг мой, помочь мне разрушить эту проблему. Отправляйтесь к Эбигаль и попробуйте разузнать, что да как. Вы человек сторонний, возможно, она сможет вам рассказать то, чего никогда не скажет мне из своей девичьей скромности. Дом Шнеуров находится слева от резиденции губернатора. Если стоять к ней спиной, вступайте, возможно, вам улыбнется удача вести переговоры. Как я понял, вы умеете, и учить вас этому не нужно. Однако, не забывайте об одном. Ричард Плитфуд действительно капитан корабля-призрака. Помните об этом, когда будете говорить с девушкой. Ха, конечно, я об этом помню, Минхер Роденбург. И вообще, это же официально признанный факт. Не буду тянуть время, отправляюсь к вашей возлюбленной прямо сейчас. И вот запись в судовом журнале. Надо ее, естественно, прочитать. Так, я как уже сказал, ребята, шляпа... В смысле, а почему у меня Боцман? Ребята, извините, извините, отклоняюсь от сюжета. Но шляпа мне нужен абордажником. Я его случайно не на ту должность оформил. Мне нужно отправиться к некой девушке Абигаль Шнерру и убедить ее выйти замуж за Лукаса Роденбурга. Ха, в роли свата я еще никогда не выступал. Ну что же, попробую себя и на этом поприще. Ну, поприще не поприще, ребята, а прикол такой, то, что кто смотрел прохождение голландского гамбита в моем плейлисте Корсары каждому свою, мы проходили за, получается, тайную организацию, там все было понятно, кто такая Абигаль и Соломон Отец, и чего они стоят. Я сейчас не буду спойлерить, говорить свое мнение на этот счет. В общем, ребят, не обращайте внимания, я буду сейчас данные игровые события принимать как за чистую монету, как будто я их не знаю. Но если ты реально не знаешь, можешь посмотреть альтернативное прохождение, оно находится в другом плейлисте. Короче, ребята, я отклоняюсь от темы, я покажу, где находится сейчас их дом. Если выходить из резиденции ГВИК, то нам обязательно, в первую очередь, надо стоять лицом, получается, к губернаторскому дворцу. Это отлично. Но стоя спиной, как он нам сказал, дом находится слева. Слева, по-моему, это вот этот, потому что тот дом Жакина Марима... Ой, простите, я опять сполерю. Прошу прощения, ребят, извините. Итак, дом Абигальшнер. А вот мы заходим, мы видим какого-то старика. Ну, это Соломон. Боже ж ты мой, молодой человек, как трудно на склоне лет начинать все сначала. Здравствуйте, молодой человек. Что вы хотите от бедного старого еврея? Добрый день. Да нет, ничего, просто поздороваться решил. В смысле поздороваться? Мне нужна Абигаль. Но мы идем на второй этаж. Я помню просто дорогу. Надеюсь, у вас нет для меня дурных известий. Здравствуйте, Мюнхер. Я рада вас видеть, что привело вас в наше скромное жилище. Добрый день, Абигаль. Меня зовут Шарль де Мор. Я капитан и служу на благо Республики Свободных Провинций. В целом и голландской вестинской компании. В частности. Очень приятно познакомиться, капитан Шарль де Мор. Я правослышала. Ведь это вы захватили пиратский корабль-призрак и доставили его в Вильямсдадт. Скажите, капитан, это правда? Что этим кораблем... Кто этим кораблем командовал? Ричард Флитфуд? Именно так, госпожа. Мы все были буквально поражены. Подумать только о английский офицер на службе короля, уничтожающих собственных торговцев. И ведь таков негодяй, прикрываясь деяниями корабля-призрака, но обвинял в преступлениях компанию и нападал на голландские суда. Мне тяжело это слышать, капитан. Я лично знала Личарда Флитфуда и никогда бы не подумала, что он... Госпожа, мне известно в общих чертах истории вашего путешествия до Кюросау из Ресифии от моего патрона Лукаса Роденбурга. Теперь все стало на свои места. Флитфуд сначала потопил ваше судно, а потом вернулся и спас вас с отцом острова. Я читал судовой журнал этого пирата, он не побоялся доверить эту информацию бумаге. Какой кошмар! Значит, мой папа был прав. Он с самого начала говорил, что Ричард и есть тот пират. Хорошо, что все разрешилось вовремя и не произошло непоправимого. Ах, извините, капитан, что так же нужно такому значительному человеку, как вы от простой девушки? Я бы тебе сказал, что ему надо, но извини, это не в этом голландском гамбите. Бигаль, я пришел к вам по одному очень непростому и деликатному вопросу. Блин, ну я не про это же говорю. Прошу вас выслушать меня. Конечно, Мюнхер, я вас слушаю. Как я уже сказал, я служу компанией и Лукас Роденбург, не только мой боевой командир, но также и хороший друг. Ну, как мы знаем, он был... Блин, я опять спалерю. Он подонком был в предыдущем прохождении. Ладно, я прошу прощения, ребят. И для него высшим счастьем явилось бы ваше одобрение его предложение руки и сердца. Я пришел попросить вас согласиться стать женой моего патрона. Ну да, ему просто это... Сыкотно прийти и руку попросить. Он подсылает какого-то посыльного. Я в шоке, конечно. Ради вас он готов на все. Ах, капитан, кажется, я понимаю, почему Мюнхер Роденбург сам не решился сделать это предложение. Он просто засал, и он боится. Мой бедный папа будет наверняка обрадован, но... Госпожа, я вижу, что вас что-то тревожит. Какая причина заставляет вас сомневаться в искренности чувств моего командира? Может, я смогу убедить вас в обратном? Капитан, я не сомневаюсь в искренности Мюнхера Роденбурга. Лука сделал для меня и для моего папы столько всего. Я даже не знаю, как бы мы смогли прожить без его прокровительства. Но я попрошу вас, поймите меня. Мы ведь не были нищими. Семья Шнэуров вполне могла гордиться своим состоянием. Если бы не этот злочастный пират, я не могу слышать этих перешептываний за спиной. Все жители этого городка убеждены, что меня интересуют только деньги Мюнхера Роденбурга и ничего более. Ах, если бы только мой отец вспомнил, что это за остров. Он спрятал там все деньги нашей семьи, чтобы они не достались пиратам, погубившим моих сестер и брата. Мой бедный отец не моряк. Он просто не знает, где этот злочастый клочок земли. Поговорите с папой, капитан. Может, он вспомнит, если бы вы только смогли найти этот остров и наши деньги. Хорошо, Бегаэль. Я поговорю с вашим отцом. Может, еще не все потеряно. Я сделаю все, что будет, только возможно. Спасибо, Мюнхер. Я буду молиться за вас. Да поможет вам Господь. До свидания, Бегаэль. Ждите меня с добрыми вестями. А новая запись в судовом журнале, наверное, мы ее прочитаем. Как банально выходит, что все дело в деньгах. Нужно поговорить с отцом, Абигаэль. А может, он все-таки вспомнит тот остров, где спрятал свои сбережения. А может быть, старческий маразм прогрессирует. Так, ладно, не будем делать поспешных выводов. Боже ж ты мой, молодой человек, как трудно на склоне лет начинать все сначала. Молодой человек, ну что вы хотите от старого бедного еврея? Соломон, я хочу, чтобы вы постарались вспомнить, что это за остров, на котором вы спрятали свои сбережения. Я говорил с вашей дочерью, мой командир Лукас Роденбург дает мне полную свободу действий на благо вашей семьи. А сейчас самое важное для вас, как я понял, вернуть семейный капитал. Но без вашей помощи мне будет трудно это сделать. И что вы из-под меня хотите? Разве я похож на человека, который знает больше, чем на самом деле? И что же вы из-под меня хотите? Разве я похож на человека, который знает больше, чем на самом деле? Разве я мог подумать в тот страшный для меня день, что у клочка земли среди волн есть своя полнота и долговязность, если, как это называют те, кто хочет заняться умнее старого еврея. Остров как остров, не считая меня с Абби, ни одного приличного человека, то есть вообще никого. Посредине грот, вот в нем, я свой сундук и спрятал, чтобы он не достался одному извергу. А в сундуке том все, что нажито непосильными трудами. И наша семейная реликвия драгоценный череп деда. Вы мне можете не поверить, но спаслись мы исключительно благодаря ему. О, это древняя штуковина. Боже ж ты мой, как трудно на склоне лет начинать все сначала, если бы вы знали, молодой человек, если бы только вы могли себе на минуточку представить. Ах, ладно, я понял. Больше, чем я уже знаю, от вас не добьюсь. Придется действовать самому. До свидания. Ребят, такая тема. Короче, я выхожу из дома этих Эбигайль Шнеур и мне навстречу попался Жаким Мориман. Да-да, тот самый Мориман. Добрый день, меня зовут Жаким Мориман. А вы капитан Шарльда Мор? Совершенно верно. Откуда вам известно мой имя? Не припоминай, чтобы я когда-либо встречался с вами. Я просто навел о вас справки, капитан. Понимаете, я ученый, занимаюсь изучением индийской культуры и этноса. Я бы хотел предложить вам одно невероятно выгодное для вас дело. Не откажите ли у меня в любезности пройти ко мне в дом и более спокойной обстановке обсудить детали моего предложения. Никогда не отказываюсь от выгодных деловых предложений. Давайте пройдем и побеседуем. Благодарю вас, а мой дом совсем недалеко отсюда. Следуйте за мной. Да, он реально живет в этом доме. Я помню. Ну, проходим, естественно, на второй этаж. Он нас будет ждать в этой комнате. У меня к вам предложение, капитан. Ну вот здесь мы можем спокойно поговорить. Вы были сейчас в гостях у моего соседа, Соломона Шнеура. Я как раз проходил мимо и не в защите, капитан. Оказался случайным слушателем вашего разговора с Соломоном. Ваша беседа меня чрезвычайно заинтересовала. Я позволил себе за дерзость остановиться и дослушать ее до конца. Короче, он подслушивал, зараза. И что же такого интересного было в нашей беседе с этим старым евреем? Соломон мой сосед и частенько захаживает ко мне в гости. Я знаю его заключениях. Впрочем, кто о них не знает? Он рассказал об этом уже всему Велямс Даду. Но ближе к делу. Старик наверняка упоминал вам о неком черепе, который хранится вместе с его деньгами на неизвестном острове. Он говорил вам о нем? Да, было такое, но по правде сказать, я ничего не понял. Что за череп какого-то деда? У меня вообще сложилось впечатление, что папаша Бегаль немного не в себе. Нет, капитан, Соломон абсолютно нормален, просто несколько чудаковат. Череп действительно существует. Это древний артефакт, совершенно невероятным образом попавший в руки этого старого еврея. Нефритовый череп Эйюм Семиля. Я ищу его уже много лет. И наконец появилась надежда все-таки заполучить его спустя столько времени. Вы отправляетесь на поиски острова, где Соломон спрятал свой семейный капитал. Там же должен быть и череп. Доставьте мне эту вещь и я заплачу вам полмиллиона песо. Полмиллиона? Вы шутите? Я в жизни не встречал вещей, стоящих кучу денег. Вы много еще не встречали в своей жизни, капитан. Ну так что, мое предложение вас заинтересовало? Вы мне нефритовый череп, я вам 500 тысяч по рукам? Хе, какие могут быть разговоры? Конечно по рукам. Отлично, капитан. Прият иметь дело с деловым человеком, понимающим свою очевидную выгоду. Вы можете найти меня в этом доме. Я желаю вам удачи в поисках. Спасибо, сеньор Мариаман. Я не заставлю вас долго ждать. Прямо на выходе из дома Шнеров меня встретил некий португалец Жаким Мариаман и предложил пройти с ним в его дом для разговора. Он в курсе про схрон Соломона предлагает за некую реликвию нефритового череп целых полмиллиона песо. Судя по всему, Соломон спрятал свои сокровища на том самом острове, координаты которого я узнал из журнала Ван Берга и Флитфуда. Они оба были там. Отправляясь на свой корабль в каюту, там я смогу при помощи приборов определить местоположение острова на карте. Ну, у меня в принципе все приборы навигации короче, они по-моему есть, поэтому не будем задерживаться, переходим в каюту и делаем дальнейшие шаги. В общем, ребят, такое дело. Мы сейчас переместились в каюту для того, чтобы искать координаты острова. Но есть один маленький момент. В предыдущей серии, когда мы брали корабль Ван Берга, если я не ошибаюсь, в общем, когда мы брали на абордаж, мы забрали судовой журнал и отнесли Лукасу Роденбургу. Если ты, приятель, не смог взять корабль на абордаж, а тупо его затопил, ну, либо случайно затопил, то в этом прохождении, когда ты поговоришь с Соломоном, нужно идти к Лукасу Роденбургу. Еще раз повторяю, если ты не достал журнал, идем к Лукасу, объясняем ему данную ситуацию, он дает нам денег, и мы, получается, накалываем этим самым Соломона, говорим, мы нашли, типа, твои вот эти богатства, ну, вот эти семейные, семейное состояние нажитое, которое даст нам Лукас Роденбург, и прохождение пойдет таким образом. Я, естественно, взял судовой журнал, я из него могу найти координаты, я к Лукасу, поэтому не иду, а иду в каюту для того, чтобы активировать мысли вслух. А, стоп, ребят, подождите, нифига. Кстати, не забываем, что нам нужны песочные часы и хромнометр, взять их можно в штаб-квартире ГВИК, либо найти, либо где-то купить, но в основном в штаб-квартире ГВИК они берутся. Итак, я делаю, получается, вот эту вещь, результат. Этими манипуляциями мы получаем работающий хронометр, мы его берем и ставим сюда, у нас должна быть бусоль, но нам ее дадут по прохождению там какого-то квеста, мы ее в любом случае получим. Итак, ребята, мысли вслух. заняться нахождением острова по координатам на карте. Итак, вот мы и нашли это место на карте, отмечу его, можно отправляться на поиски. Местонахождение острова определено, отправляясь туда. Координаты 12-48 северной широты, 64-41 западной долготы. Примерно где-то здесь. Я, конечно, не точно по координатам, ребята, пришел, но когда ты почти близко... Блин, я на мель сел, тихо-тихо. На мель чуть не сел. Короче, когда ты находишься примерно близко, тебя все равно выкинет на этот остров. Мы приплыли, я думаю, самое время высаживать десант. Вот мы и высадились, ребята, на острове. Сейчас нужно пройти и найти грот с сокровищами. Я надеюсь, никаких сюжетных поворотов здесь не будет. Вот мы видим вход в пещеру. Возможно, это где-то здесь. Итак, заходим в грот. Вот и грот следует искать с хрон Соломона здесь. Ну, что его искать? Вот он, в принципе. Итак, нефритовый череп, бабки, и... В общем, мы взяли, надо теперь отсюда уходить. Как странно, на меня никто не нападает. Че-то как-то уже к этому не привык. Деньги Соломона и реликвия нефритовый череп найдены теперь назад велен в зад. Вот только кому дать череп Соломону или Мериману? Ну что, ребята, мы прибыли в Велимсдад на Кюрасау обратно. Есть здесь небольшой момент. Мы видели, что я взял все сокровища, получается, шневров и нефритовый череп. Можно отдать нефритовый череп Жакину Мериману. Мы получим за это получается полмиллиона песо. Если бабки нужны, пожалуйста, делай это так. Еще раз сделаю отсылочку на голландский гамбит, когда я проходил за тайную организацию, я череп отдал Мериману. Но я забыл уточнить один момент. Если мы череп отдадим Соломону, то он нам даст более щедрый подарок за вот это все. Что даст, я точно не знаю. Сейчас мы увидим. И Лукас Роденбург даст тоже более весомый подарок за выполненный квест. Если мы сдаем все-таки череп Мериману, то подарок будет немного скромнее от Соломона будет намного скромнее и от Лукаса Роденбурга действительно естественно тоже. Ну что, ребят, я все-таки решил, я не отдавал Соломону череп ни разу. Так что в этом прохождении я так хочу и сделать. Итак, заходим получается Кобегаль Шнеур и поговорим с Соломоном. Боже ж ты мой, молодой человек, как трудно на склоне лет начинать все сначала. Ох, это опять вы, молодой человек, расскажите мне что-нибудь хорошее или опять будете мучить старого бедного еврея вопросами. Ребята, как я и сказал, я череп отдаю Соломону для более щедрой награды за квест. Я нашел остров, хотя это было достаточно сложной задачей. Отыскал я также и ваш сундук с деньгами и вот этот артефакт в виде черепа. Как я понял, это и есть тот череп деда, про который вы мне говорили. О, так, получено 200 тысяч песо вашей репутации доизвестной и Дальга. 200 тысяч песо мне дали. О, молодой человек, огромное вам спасибо. Вы не просто вернули деньги, вы восстановили доброе имя семьи шнеуров. Минхер Роденбург по праву может гордиться, что у него на службе такой капитан, как вы. Череп я передам Минхеру Роденбургу, он обещал заплатить мне за него приличную сумму. А вас я хочу лично отблагодарить, примите на память этот оберег. Я рад за вас, спасибо вам за подарок. Деньги возвращены Сламону, он был безумно рад, даже подарил мне амулет. Теперь нужно поговорить с Абигаль. Вы спасли нас от нищеты, капитан, как же я вам благодарна, теперь доброе имя семьи шнеуров будет восстановлено. Это моя работа, Абигаль, я надеюсь, более ничто не сдерживает вас от того, чтобы выйти замуж за моего патрона. Я думаю, он вполне доказал свои на... и благие намерения в отношении вас и вашей семьи. Ху-да, Минхер Роденбург, благороднейший человек, я без колебаний даю согласие и буду счастлив назвать его своим мужем. Тогда я считаю свою миссию выполненной. Позвольте откланяться, я должен поспешить к командиру и обрадовать его. И, госпожа, я искренне желаю вам счастья. Абигаль дала согласие выйти замуж до Лукаса Роденбурга. Стоит обрадовать его. А, рад вас видеть, мой друг. Вы что-то задержались, я уже начал беспокоиться. Удалось вам узнать что-либо от Абигаль? Удалось не только узнать, но и решить все проблемы. Я отыскал остров и потеряны деньги семьи Шнеуров. Соломон счастлив, Абигаль готова выйти за вас замуж. Поздравляю, Минхер. Говорите, нашли остров, где Соломон спрятал свои сбережения? Это просто великолепно! Я начинаю думать, что нет такого дела, которое бы вы не смогли выполнить. Денег, ничего такого не находили в скроне. Была там одна занятная вещица, нефритовый череп, я отдал его Соломону. Он говорил, что их семейная реликвия. Еще он упомянул, что вы собираетесь приобрести эту вещь у него. Отлично, да, я приобретаю этот артефакт у Соломона. Ему он ни к чему, а у меня у него есть один весьма щедрый покупатель. Впрочем, не важно. Я в долгу перед вами, Минхер, и этого я не забуду. Я приготовил вам награду 50 тысяч песо и вот этот амулет. Теперь это ваше. Спасибо, Минхер Роденбург. Ну, а пока какой-либо работы достойной такого капитана, как вы, у меня нет. Однако, не покидайте Кюросау надолго. Мне скоро вновь потребуются ваши услуги. Я вас понял, Минхер. До свидания. Ну что, ребята, подведем итоги. В этом прохождении я нашел, получается, сокровище Соломона, отдал все сокровища из семейной реликвии и ценности Соломону Шнеур и нефритовый череп отдал, опять же, тоже ему. Не стал отдавать Мариману, но 500 тысяч были, конечно, на кону. Я решил просто взять максимальную награду, которую дают в этом квесте. В общем, я дал череп Соломону, решил, что будет правильно для данной линейки прохождения. И на этом, ребята, у нас предпоследняя серия прохождения голландского гамбита за Гвик подошла к концу. Я надеюсь, что ты, приятель, обязательно подпишешься на мой канал и, конечно же, поставишь колокольчик. Если тебе понравилась серия, обязательно поставь лайк этому видео. Это очень важно. И я надеюсь, ты придешь и посмотришь уже следующую серию. Мы увидимся в следующей серии и всем пока! Возможно, я действительно скоро умру, но ты сдохнешь прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok